Всем добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня в рамках нашего кружка аналитической философии продолжаем трек приглашенных докладов. И вот сегодня доклад представит Иван Борисович Никертумов, доктор философских наук, профессор факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств высшей школы экономики. Иван Борисович, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Всех я приветствую и благодарю, Иван Борисович, за приглашение выступить в этом кружке таком воскресном. Раньше были субботники, а тут у нас получается воскресник, а у меня так еще и утренник. Вот у вас там, если кто за Уралом, так, наверное, уже день. У нас еще пока не совсем день. Так, ну вот, значит, по формату, да, доклад будет делаться по статье, которая вот скоро выйти в эпистемологии и философии науки. Она разуслана ровно в тверстке. Называется «Знакомство с вымышленным объектом. Сематические условия и пагматические правила». В качестве эпиграфа я взял цитату из Винни-Пуха, которую в конце кратко поясняю. Значит, там в одной из глав, которая, кстати, Борисом Заходером не была переведена при первом издании Винни-Пуха, и он перевел и издал ее только уже в 90-е годы. И поэтому даже те, кто очень любит Винни-Пуха, эту главу не помнит и не знает. Значит, она действительно, может быть, литературно не самая удачная, но поскольку Винни-Пух – это кладезь философии обуденного языка и всяких семантических, пагматических коллизий, то она в этом смысле очень ценна. Там организуются поиски одного из родственников и знакомых кролика, которого зовут Козявка, или по-английски Смол. И вот этого Смола ищут, и почему вдруг его, наверное, искать, это не важно, но кролик, по-моему, он очень любит организовывать разные мероприятия, командовать, организовывать менеджер. И вот, значит, уже объединить этот Смол, а в этот момент Пятачок упал в яму для слонопотамов. Опять они что-то, ну, литература, это не очень хорошо, где-то повторить сюжет со слонопотамьей ямой. И, значит, они отправляются, в общем, как-то в путь этих поисков Пуха находят, вот, и его спрашивают, да, не видел ли ты Козявку? А Пух даже не знает, кто такой Козявка. И вот тут Пух очень хорошо отвечает, что, говорит, да, не было никого того, кому мы могли бы сказать привет Козявке. А потом кончается все тем, что Козявку эту находят на Пухе. Он, например, ползает у Пуха в шерсти его, значит, помеху вот, искать. И вот это очень показательная вещь. Значит, вымышленные объекты, то есть те, которых нет. Ну, либо они были, но уже нет, либо их никогда не было и не может быть, либо они будут, но пока еще нет. Те объекты, которые, по идее, у нас нет с ними знакомства. Мы не можем, как бы, там, употреблять никакие термины в отношении них ДР, потому что вот, ну, потому что если, а ДР требует знакомства. Ну, или, ну, как бы, каузально, хотя бы в прошлом. Вот. А, значит, и в Минусе, ну, есть еще второй критерий, прагматический. Какие речевые акты, какие действия осмысленно можно употреблять в отношении вот вымышленных объектов. Или тех, которых вот нет, или там не может быть и прочее. И если у нас нет уверенности в том, есть козявка, нет козявки. Потому что ведь часто бывает так, что мы какие-то объекты видели, но мы не знаем, что это они. Вот, на самом деле, спрашивают, где козявка, а козявка буквально перед нашим носом, этот смол. А мы не знаем, что это смол. И вообще не выделяем его из фона, потому что не знаем, что перед нами. Понятно, да? Так, наверное, восприятие, что чтобы что-то воспринять, нужно иметь хотя бы приблизительный смысл воспринимаемого содержания. И вот, возможно, такая ситуация, что этого содержания нет. И мы тогда все, все чувственные данные, все это чуле проходят мимо. Не возникает никакого восприятия. И тогда, значит, не просто у нас нет когнитивного состояния по поводу объекта. Но вместе с тем, вот чисто прагматически, вот и нет возможности что-либо сказать так, как обычно говорится по поводу вещей, о существовании которых мы знаем. И вот семантически, значит, есть одни набор критериев отличения вымышленного от, значит, невымышленного существующего. А прагматически другой. Другой они дополняют друг друга, потому что семантического инструментария, чисто семантического, может оказаться недостаточно. Прежде всего, вот в деле работы с ДР. Значит, ДР, напомню, это модус существования или презентации вещей, предполагающих знакомство с ними, актуально или в прошлом, или знакомство кого-то другого, кого может доверять. Так, и этот модус презентации ДР, или модус существования, ну, как бы, понятно, вечный такой, значит, он кренится в некоторой наивной, ну, или естественной, что ли, естественно-языковой теории объекта. Не метафизической, не научной, но такой вот обиходной. И упирается, в общем, исторически в первую сущность действует. А ДД – это дескрипция, описание. И вот, значит, несуществующие вещи неплохо даны нам через описание, естественно. Ну, скажем, единороги. У нас, мы в кино видели дескрипция, но в кино это, так сказать, эмуляция. Мы можем вообразить себе дескрипция по аналогии с теми существами, которые похожи на лошадей, и в воображении прилепить там дескрипция, и наполнить жилы этого существа кровью не красной, а голубой. Но вот, поскольку мы заранее не знаем, каким на самом деле является дескрипция, он каким-то может быть, и у Германа Мэлвилла есть рассуждение о том, что это на самом деле морское животное нарвал, то действительно один роб, ну, какой зуб длинный, то вот тот единорог, который единорог, он может оказаться вовсе не таким, как мы его себе представляем. Вот как мы это выясним, это особый вопрос. Но часто бывает, что вещи, которые мы ищем, которые, значит, которые мы находим, они, их ДРЭ отличаются от их ДДИКТА. То есть, за то, что объект данный ДРЭ, то есть существующий в нем, он весь есть, и его свойств бесконечно много, ну, как у любого, значит, существующего предмета, бесконечно много свойств, просто нам не нужны они все, мы их не берем. Но потенциально мы можем описывать это бесконечное количество свойств. А у всего, что мы знаем как ДДИКТА, то есть по понятию, свойств ограничено. Но в этом прелесть работы с понятиями. Они информационно более сжатые, короткие, в отличие от, нам легче с ними обращаться, чем с ДДРЭ. Поэтому не бывает понятия о единичных вещах. Об этом говорит уже Аристотель, что такое понятие было бесконечным по содержанию. А зато, значит, когда единичная вещь появляется, то мы берем данные актуального восприятия, знакомства, и присоединяем к ним понятия, ну, короткое по содержанию информацию, отражающую цель бытия, там, сущность. И так мы знаем единичные вещи. Так вот, представим себе, что мы пошли искать единорога, и вдруг обнаружили некое существо, которое в силу ряда обстоятельства оказывается единорогом. Мы должны понять, что там он и есть, оказывается. А он вот в чем-то схож с тем, что мы ожидали, а в чем-то не схож. Вот тот хвост свойств, которых мы не ожидали в нем, вот он весь тут появляется. Ну, так может действовать в отношении любого воображаемого существа вымышленного. Вот Элена Безухова, которую я упоминаю в статье. Элена Безухова, например, она там появляется в Эрфурте в 1807 году на саммите. Ее там встречает Наполеон, говорит, посмотрит на нее, и говорит, какое красивое животное. Говорит, не очень вежливо. Значит, вот Элена Безухова известна нам из романа Толстого по ряду ее свойств. Теперь представим себе мир, в котором она есть на самом деле реализована. Там с ней возможны знакомства ДР. Помимо свойств, указанных Толстым, у нее есть какие-то другие свойства. Мы ничего не знаем о том, какую музыку любит слушать Элена Безухова. Мы там видим уже в театре, но слушает ли она музыку или нет, или просто болтает и ведет светский образ жизни, это мы не знаем. А вдруг она любит какую-то музыку, например, русскую народную. Потому что она любит балалайки, какие-нибудь святки-калятки, что они в таком духе. Или мы не знаем, какие цветовые предпочтения. Одета она там всегда по моде, но может быть ей нравятся густые такие, декадентские цвета, какой-нибудь умный зеленый темный, или умный темно-синий. Мы не знаем. Что она любит есть, мы тоже не знаем. Как она обращается с гормочным? Для того, что всякая реальная ДР данная Элена Безухова обладает всеми этими чертами. Она как-то обращается с горничными, что-то она любит есть, какие-то цвета предпочитает другим, какие-то отношения с музыкой, народной культурой. И все вот это, дальше она же какие-то книги, возможно, читала, может быть, немножечко, но у нее есть мнение о Руссо, и о том, что это за роман такой, Юлия Ленова и Лариза. Похожа она на Юлию или не похожа? У нее какие-то мысли. Все это происходит там, в этом мире, где она есть в виде ДР, где она экземплифицирована. Так же и любой другой воображаемый объект. У него всегда имеется огромный объем свойств, и большая часть его свойств, а та, которая нам не дана в Дедикте. Это в отличие. И вот мы иногда в отношении вымышленных объектов, особенно когда мы сразу описываем реальность, берем их вместе с реальностью, которая не находится, это диагезр литературного произведения, например, или это такие образы будущего, футурологические. Мы говорим, вот однажды будет запретен термоядерный синтез, и источники энергии с этим термоядерным синтезом, возможно, будут такого небольшого, еще батарейки. Вот представьте, что у вас в кармане термоядерная батарейка, которая вечно работает, вечно заряжена электричеством термоядерная батарейка. Вот она конкретная. В данном случае я употребляю это ДВ, а в вашем кармане лежит. Она не специфическая, это правда. Я не могу сказать, какого она размера будет, и какого веса, и, может быть, температуру ее не охарактеризую. Это будет не специфическая ДВ, но это ДВ. Потому что, можно будет сказать, представь себе, что ты взял свою термоядеренную батарейку и отдал ее соседу по пользователям. Или что ты ее взял в руку, потом уронил, она упала в воду, скипятит, как быстро нагреется эта вода. Не знаю, еще что. Это все будут ДВ разного рода. Потому что это будет привязки к конкретным ситуациям, хотя и не специфические ДВ. То есть, будет неясно, все-таки, а с этой черты батарейки будут в основном они пригнаны к ситуации. Чем более ситуация описана, тем в большей степени ДВ специфицируется. Но вообще, она не специфическая, знакомства с ней не было. И вот, значит, говорить о вымышленных объектах ДВ можно, но вот таким особо специфическим образом. Это называется иммагинативная ДВ. Иммагинативная ДВ. Значит, как оно описывается, ну, о нем прожидет давно, 90-х годов, когда, значит, в теории репрезентации дискурса Ханса Кампа, ну, и попутно возникает в то же время файл, шейнч и семантик Ирин Хайм, значит, они обсуждают, значит, что такое дискуссивный референт. Значит, дискуссивный референт, это ровно, почему там файл чейнч, потому что мы видели Хайм, Ирин Хайм, состояла в том, чтобы на каждое вновь появившееся именное выражение заводить карточку, ну, или файли, досье. Это досье вставлять, вот, значит, в папку, в такую вот ящик, в котором стоит много досье. Вот я упомянул прямоядерную батарейку в моем кармане, вот тут же заводится папочка с надписью «Тремоядерная батарейка в кармане такого-то человека там-то». Папочка ставится в ящик или в шкаф. А потом я упомянул соседа. Сосед ведь тот же ДР. Ну, сосед такого-то, которому была берена батарейка, еще одна папочка. И вот так накапливаются вот эти файлы, и каждое появление каждого следующего меняет контекст, потому что это еще изменяющийся динамический контекст. По мере накопления объектов, вот смотрите, когда у нас есть изначально в языке термин для свойств, это еще не значит, что кто-то этими свойствами обладает. Правда, критикаты могут быть пустыми. А вот когда у нас есть объекты, то они не могут быть без свойств. Поэтому появление нового объекта, заведение на него файлика, папочки, тут же, во-первых, фиксирует значение некоторого имени относительно к этому объекту, дискрипции возникают определенные в отношении него. А кроме того, какие-то свойства наполняются содержанием. Если он сосед, то он удушевленное существо. Если он сосед, то он собственник чего-то, права зарегистрированы и так далее. Раз права зарегистрированы, есть право граждан, паспорт есть, ИНН налоговый, а если есть ИНН, значит, есть учет налогов, есть учет налогов. Ну и дальше понеслось, понеслось. Мы как в листе лейбница по песчинке достраиваем все остальное. Если соседи не появляются, то, возможно, и свойства эти пустые. Мы ничего не можем сказать. А если появляются, то есть свойства чем-то наполнены. Вот так возникает ДРЭ в отношении вымышленных объектов. Имогинативная. И Ханс Камп еще в 90-е говорил, что важно, чтобы у имогинативного ДРЭ была привязка. Привязкой является кто-то в отношении кого мы не сомневались в его существовании уже тут и теперь. А кто же этот кто-то? В данном случае разговор по батарейку соседа это я. Значит, такой-то и такой-то, которого мы хорошо знаем. Он воображает себе первоядерную батарейку, которую он где-то в будущем на слезах кармана и передает своему соседу во временное пользование. Значит, вот как это выглядит. Получается, сосед батарейка это объект ДРЭ имогинативного, но эта имогинация привязана к чему-то, что есть в этом мире. Точно так же, как мы бы сказали, что в романе Толкина, как я уже говорил, пример, Фродо «Отважный хоббит». Значит, здесь Толкин это элемент привязки, роман его это текст. Тоже он привязан к Толкину, роман мог существовать еще не будучи написанным. Ну, или можно сказать так, текст романа, можно убрать автора, текст романа. А дальше к нему привязаны объекты, которые описаны. Так мы получаем вот эту вот такую цепочку каузальную, делающую возможную вот эту вот специфическую ДРЭ референцию в отношении вымышленных агент. Ну, вы скажете, а что же, почему вина аристотельская первая сущность? Неужели это единственный вариант и главный вариант ДРЭ? Ну, мы помним, что первая сущность Аристотеля, она материальна. Это конкретный предмет, состоящий из земли, воды, огня и воздуха. А, и языковая практика, да и когнитивная практика этого вовсе нет. Но является ли радуга на небе первой сущностью? Ну, по аристотелю, конечно, нет. Это некий эффект, производимый агрегатом, который есть облако, или там, да, облако, состоящее из падающих капель воды. Значит, вот агрегат, много-много капель воды, это уже первая сущность. Потому что по аристотелю первые сущности могут состоять из двух первых сущностей. Голова в этом смысле в ее цели бытия нет, а в материальном смысле первая сущность. А тело с головой тоже. Поэтому вот эти капли воды, падающие из неба, агрегат их, каждая отдельная капля первая сущность, и вместе они тоже. И вот солнечный свет их освещает, возникает эффект радуги. Но это потому, что просто для нас с вами радуга мимолетна. Если бы мы с вами были какие-то существования, которые были гораздо более интенсивным, то вполне могло бы быть так, что в течение жизни человека вся протекала бы на фоне свечения какой-то радуги. Мы бы думали, не знаю, в миллион раз быстрее, чем мы сейчас мыслили, и обмен веществ происходил бы гораздо быстрее, значит, наша жизнь укладывалась бы в миллион раз быстрее времени, чем сейчас. Какие-то события были бы... И вот тогда нет уверенности у нас, что мы оценили мимолетность этого события. Очень может быть, что созерцаемая таким образом радуга казалась бы нам очень устойчивым объектом, носителем. Но с тем же успехом ведь мы можем предположить, что мы гораздо медленнее существуем. Да ни одна сущность, которая для нас сейчас первой тип столов и стульев, не будет в этом качестве удерживаться. Не будет, конечно. Столы и стулья первые сущности хорошие, потому что они так вот, они человекоразмерны по времени и пространственности своей. А в случае, если бы мы думали в миллион раз медленней, и сущности жили бы в миллион раз дольше, столы и стулья бы не смогли фиксировать. Они бы появлялись и исчезали гораздо быстрее, чем мы могли бы о них подумать. Поэтому хороша идея Лебница. Лебница доводит до конца. Здесь все. Лебница бесконечное деление материальное. И в этом бесконечном делении там все, что угодно состоит из чего-то еще, это что-то еще из чего-то, а то из чего-то или еще из чего-то. И каким бы ни было время моего существования найдутся такие образования материального характера из корпускул или из карпускула в карпуску, или из карпускула в карпуску в карпуску, которые будут как бы человекоразмерны. Тогда для меня они будут и это первое существо. Гегель вслед за английскими эмпириками пишет в Феноменологии Духа, что вот это усмотрение единичного, это всеобщая и формальная способность. Всеобщая и формальная вещь такая. Ну, вот и он прав. Ну и английские эмпирики правы. То есть у нас есть способность выявлять первые сущности. Ну, понятно даже почему. Потому что первые сущности это носители свойств, а мы сами себя ощущаем в качестве носителей приходящих эмоциональных и интеллектуальных состояний. Поэтому мы и сами себе сначала первые сущности. Вот с нас начинается понятие первые сущности. Ну, как с человеческой деятельности сознания начинается понятие цель, которую можно критиковать сколь угодно, говоря, что телеология бессмысленна, это есть экстраполяция, а тем не менее это самый оптимальный путь познавая цель. И картины целеполагания, модель целеполагания антропоморфная, она только в квантовой механике и вот в тех науках, которые оперируют социологическими методами, только там она не действует. Что когда-то поразила научная общественность, и сейчас еще популяризаторы науки зарабатывают деньги на том, что объясняют нам всем, что вот квантовые явления это совершенно другое, совершенно другой образ мира, принципиально отличается от всего другого, какая-то тут загадка есть. Нет никакой загадки, просто потому, что телеология, как познавательная модель, имеет свои границы. И статистические вещи, они не подпадают. Вот так получается, что способность работать с первой сущностью, и значит, ДР, оно его, будучи всеобщим и формальным, оно более употребительно, чем в этом своем модусе, как общее. Оно распространяется за пределы эмпирического наполнения. То есть можно не иметь ничего актуального ДР в опыте, в какой-то ситуации, но вполне можно что-то называть ДР за его пределы. То есть все и вынесло. Вот. Еще один аспект связан с тем, что объекты, которые мы именуем ДР, первые сущности, даже вот со всеми условностями, которые я сейчас описал, что они могут еще зависеть, естественно, не только от физического состава, для рисователя важен физический состав, для лейбницы тоже. А вот Фитгенштейн справедливо отмечает, что все зависит от того, какая понятийная сетка наброшена на мир. Это у него в конце трактата. Значит, если исходить из аристотельской модели, то это будет понятийная сетка карпускул, каких-то частиц, ну, лейбницы карпускулы, у аристотеля первое вещество, вот это четыре первые элементы, которые рождаются у него из мокрое, холодное, теплое, сухое, пересечения этих свойств. Вот. А вообще сетка может быть другой. Например, можно набросить на мир там сетку какой-нибудь магии. Ну, там, 16 век, граждана Бруна, герметическая магия, созвездия, светила, ангельские чины, все соединено, кабала, и все в этом мире прочитывается через эти универсальные коды. Вот сейчас вышло новое издание искусства памяти Фрэнсис Йейтс, где описан, например, этот театр Камилла, и картинка хорошо нарисована. В первом издании она была плохо нарисована, а в этом хорошо нарисована. Значит, такая диаграмма, изображающая ровно весь перед глазом дающие телевидение пола две трети круга, секторы, все разбито ровно по светилам и созвездиям, и расписано все, что есть в этом мире. Растения, животные, металлы, минералы, искусство, знания, они все подчинены. Значит, если ты, ну, астрологию, не буду пересказывать, примерно все представляют себе, как это выглядит. Это тоже вариант разметки мира. И в этом варианте разметки мира тоже есть вещи, которые даны Дере, которые даны Дедикто. И здесь интересно, что, поскольку Дере, допустим, усмотреть энергию какой-то планеты и ее трудно, то Дедикто имеет ведущее значение. А для того, чтобы сказать, что ты получил что-то Дере, ты должен стать человеком, владающим специфическими способностями. И в мистическом озарении, или там, да, в культивируем себе магический опыт специфической чувственности, ты можешь сказать, да, что теперь ты уловил энергию Венеры, планеты имеется в виду. Вот, мистический опыт, это что такое? Это некое переживание, которое придает переживаемому антологический статус объекта действительно Дере. Вот если ты ощутил это влияние, это дыхание, но мы скажем, что оно доступно не всем, иногда неповторимо, да, но такое специфическое будет Дере. Но Дере, то есть здесь ты вступаешь свидетелем существовании, а не просто берешь описание. Значит, и вот здесь уже можно увидеть прагматическое обязательство, прагматическое условие. Я о нем говорю ближе к концу статьи, но в частности об удержании агентности. Вот некий маг рассказывает мне о том, что он общается с некоторым существом каким-то в мистических своих каких-то проникновениях. И у этого нового разумного существа, какого-то духа, у него там какие-то качества. И этот маг эти качества прямо ощущает какими-то своими способностями мне недоступными. И в этом смысле, когда он говорит об этом Дере, для меня это Дедикта. Потому что я говорю так, вот некий человек есть, и он наблюдает таким свойством, что он переживает то-то и то-то, называет так-то и так-то. А мне-то человек говорит, нет, ты совершенно не понимаешь, потому что я нахожусь в непосредственном контакте с этим существом магическим, с этим духом, и у меня все мои состояния, это состояние не просто Дедикта, Дере, а гораздо больше, чем Столы и Стулья, Дере. Столы и Стулья так, эфемерная ерунда, а вот здесь мне это является с такой очевидностью, с такой наглядностью, я так всеми чувствами чувствую, что оно есть. А я не могу. Получается, что агентность здесь ограничена, у меня ее нет, у этого человека, способного к мистическим озарениям, она есть. И возникает прагматическое условие. Когда он говорит о том, что он общается с этим объектом, или она с этим духом, то моя импликатура прагматическая состоит в том, что и я тоже могу это сделать. Потому что мы никогда не сообщаем друг другу о ДРе в условиях принципиальной невозможности для нашего собеседника тоже с этим ДРе как-то вступить в какой-то конкультивный контакт. Потому что мы знаем, что это дикто. И если я описываю единорогов, как я сейчас его описывал, то я не имею в виду, что я его видел и знаю, каков он. Потому что тогда это совершенно другое дело. Как? А что единороги бывают? То есть в тот момент, когда я употребляю ДРе, я имею в виду нечто, что бывает в известном смысле слов. А вот то, что бывает в этом мистическом индивидуальном опыте, оно такое с одной но нет, Марк Волшебник типа Джордана был, он скажет, что это вовсе никакое не уникальное. Вы что, это всеобщее, это то, что есть, это бытие. Наше существование эфемерно есть иллюзия и прочих материальных вещей. А вот это подлинное бытие. И вот у него появился такой чувственный доступ и воспринимаемый оказывается в этой сфере. И значит у него, если человек употребляет так эти слова, то он не имеет в виду это означает, что у него есть вся полнота свидетельств. Это раз. И раз он мне об этом сообщает, он предполагает, что и у меня она может быть. Это стоит предоставить интересные задачи. То есть я раньше ничего не знал и не мог, а теперь должен знать и смочь. Если собеседник предполагает во мне такую возможность, тогда вот это полное выполнение. Значит тут можно увидеть полное правильное выполнение ратматических условий. то есть тогда речевое действие оказывается актом добросовестной коммуникации. То есть здесь не сказано ничего такого, что было бы определено ДРЭ в доступности для говорящего и в недоступности для адреса сообщения. Теперь семантически. Это я забрал вперед, потому что сразу видна эта прагматика, потому что мы с ней часто сталкиваемся. Ну вот это мой пример про волшебников. Его можно только приземлить, и открыв любой глянцевый журнал встретить не волшебников, но какие-то разговоры какие-нибудь ауры. Да что глянцевый журнал. Все любят цитировать Беньямина при произведении искусства технической воспроизводимости, что у него есть аура. Ну слово аура мы знаем и без Беньямина. его очень использовали и любят использовать музейные работники, показывая нам разные музеи, которые не являются музеями. Вы приезжаете в музей Пушкина на мойку 12 в Петербурге и попадаете в дом, который перенес капремонт, попадаете в помещение, в котором ни один предмет не является оригинальным и не имеет отношения к Пушкину. Все книги это дубликаты якобы предполагавшейся библиотеки Пушкина. Сама библиотека неизвестна где находится. Какие-то книги были найдены в каких-то сундуках, помещены в библиотеку Пушкинского дома, но доказать, что его книги нет. Но на всякий случай сделаны дубликаты куплены, собраны это якобы эти книги. Стол того времени, стул того времени, диван. Какой-то найден диван того времени. На нем какие-то коричневые пятна. Соскоблили кровь. Кровь Пушкина. Почему Пушкина? Обязательно вот неужели горничные не вытерли кровь Пушкина с дивана. В общем это какие-то странные истории. В общем там нет ни одного подлинного предмета. Это не музей. Это какая-то выставка неизвестно чего. Ну и когда мы в лоб спрашиваем зачем вы нам показываете липу, они говорят тут же аура. Вот в этом месте был Пушкин. Ну пространственно он здесь был. Вы должны ощутить эту ауру. На всех прочих местах, на всех прочих пушкинских музеях очень много и все они липовые. Нам точно также предлагается ощутить ауру. В Ясной поляне дом Толстого как известно сгорел, поставлен заново и должен ощущать какую-то ауру. Вот в Хамовниках подлинный дом Толстого и даже какие-то подлинные предметы. Там о правово речь не идет. Это все более конкретно. Вот ощущение ауры это вот типичное вот такой переход из Дедикта в Дере. Я знаю что такое аура но не в состоянии ее ощутить никак в Дере. А рядом стоит человек и он прям трепещет и говорит боже мой, боже мой я чувствую эту ауру это пушкинские священные места и вот я прямо весь вдохновляюсь. Что можно подпускать? Ничего. Просто прагматически если переживающий состояние реалу и чувствующий ее сообщает мне об этом то он указывает мне что у него есть комплекс впечатлений вполне таких Дере подобных а я должен по идее тоже иметь возможность к этому припасть. И вот тогда наша коммуникация добросовестна. Вот это не так экзотично как может показаться потому что не только материальные тела составляют возможные наборы первых сущностей ибо накидывание разных сеток на реальность оно происходит по разным от разных отношениях. Рассуждающие об ауле не отказываются от рассуждения о материальных телах. У них есть и такая сетка. То есть в одном отношении у них материальные тела а в других отношениях есть вещи состояния и хронотопы связанные с ауле и вызывающие и не связанные с ауле и не вызывающие. Какое знакомство порождает амбгенативное Дере? Вот об этом я уже отчасти сказал. Значит ясно что это знакомство которое есть подобие актуального знакомства. Так раз но вместе с тем то что мы знаем с вами Дере непосредственно это само знакомство а амбгенативное Дере это воображение нашего знакомства с объектом. Вот не сам воображенный объект а воображение знакомства с ним. Вот так происходит вот это Дере. Вот если у нас воображаемый объект просто воображается так то скорее это будет Дедикта. А если воображается знакомство с ним то это ровно амбгенативное Дере. То есть воображенное знакомство в котором есть знакомство с объектом. И тут сразу вопрос а кто с ним знакомится? Я а я какой? А вот такой я который существует в той альтернативной реальности в которой пребывает этот воображенный объект. И там есть воображенный я. Тут же возникает группа онтологических ограничений. Представим себе мир, в котором находится Елена Безухова. Вот с какими-то качествами, которые у нее есть. Я говорю, а вот я представляю себя знакомящимся с Еленой Безуховой. Вот вполне может быть, что я невозможен в том мире, в котором она есть. Нам же ведь неизвестны ограничители, по которым возникают возможные меры. Ясно, что противоречий не должно быть ни в одном из возможных миров. Но физические ограничения или какие-то неизвестные нам логические вполне могут существовать. Потому что мы же знаем, что... Там Аристотель, например, считал, что то, что стало, стало с необходимостью. И не может быть иначе. Ну и современные критики теории возможных миров, концепции возможных миров, они любят порассуждать о том, что любая альтернатива, которая, наверное, мы мыслим так возможную, вовсе как таковая не доказана. Ну, если не быть столь строгим, то можно подумать о том, каким образом и откуда возникают эти другие меры. На эту тему много чего написано, но тут, в общем-то, не так много ходов. И поэтому я дифференцирую истории, то есть исторические, как бы, исторически сменяющие, любоприемственные как-то каузально миры, на Лейбинцево и не Лейбинцево. У Лейбинцево есть такое небольшое описание того, что такое прилично ведущий себя объект. Ну, материальный, конечно. Значит, он не возникает здесь ниоткуда, не исчезает в никуда. Относительно устойчив. Ну, как стало и стулья. Не то, чтобы, когда мы отвернулись, они превращались бы, не знаю, неизвестно во что. И с такого рода объектом, да, и все объекты остаются с карпуску. Если какой-то объект уничтожается, карпуску его переходят в какие-то другие объекты. Вот такая у Лейбинца есть описание того, что такое вещи, которые наполняют в материальном смысле наш мир. Ну, да, это фрагмент наивной языковой антологии, который у него вставлен в его всю общую антологию с Господом Богом. Но он неизбежно вставляется, потому что для естественного языка это, в общем, кажется, очевидная вещь. Такое использование этих слов. И вот такого рода объекты, значит, они образуют, они каузально причиняют меры. То есть, есть некие законы, возможно, которые двигаются их трансформациями, но то, что на поверхности, это вот эти вот карпускулярные трансформации. Значит, и один мир получен из другого, да, когда одни и те же карпускулы перцы перекомпоновались. Ну, мы скажем, что вот есть допустимые перекомпоновки, недопустимые. Хорошо, пусть будут допустимые, отражающие необходимость науками, которые вскрывает нам науку. Значит, если вдруг имеется мир, в котором больше или меньше карпускул, то этот мир не может быть получен из нашего, а наш не может быть получен из него. Вот представляем себе мир, в котором в половину меньше атомов, чем в нашем мире. Значит, мы не можем из нашего мира удалить половину атомов. Ну, нет такой возможности. И поэтому мы никогда не перейдем к такому состоянию. А тот мир, в котором половину меньше атомов, никогда не сможет стать нашим миром, потому что невозможно изобрести атомы из ниоткуда. Поэтому эти два мира, вот наш, как есть, я это представляю, представляемый, альтернативный, они живут в разных историях. То есть, все, что происходит в том мире, происходит по одной цепочке причин, и вот это одни превращения и трансформации, а в нашем, другие превращения и трансформации. Это раз. Это параллельные истории, параллельные последовательности возможных миров. Может ли в том мире быть Елена Безухова? Может. Это будет двойник, чистый двойник. Ну, там какие-то свойства будут совпадать. Можно ли добиться полного совпадения свойств? Нельзя, потому что полное совпадение свойств, это, значит, предполагает, например, и перечисление всех отношений любого атома Елены Безуховой со всеми другими атомами этого универсума. А поскольку в нашем универсуме гораздо больше атомов, то часть отношений в том мире не будут воспроизводить наши отношения. Значит, это будут все-таки не тождественные объекты. Нельзя будет сказать никогда, что они тождественные. Но вообще Лейбинс считал, что любые объекты двух разных миров не тождественные. Потому что если миры разные, значит, свойства хотя бы одного объекта в них отличат от свойства другого. И вот это отличие или отсутствие, в деле в одном мире есть карпускул, а в другом этой карпускул нет. И вот это фундаментальное отличие оказывается. Потому что любой объект отличается тогда от любого объекта из другого мира именно тем, что у того есть какое-то отношение к этой карпускуле, а у другого нет. Ну, хотя бы расстояние до нее. Если в мальтинативном мире минус один атом в отношении к нашему, то у всех объектов этого мира есть расстояние до этого атома, а у всех объектов того мира нет расстояния до этого атома. И по Лейбнецу это сразу основание для нетождественности. Потому что тождество означает полное совпадение всех свойств. И вот это значит Лейбнецовские. А вот это не Лейбнецовские последовательности. Это такие, в которых вдруг внезапно что-то возникло. Или мы берем Лейбнецовскую последовательность, и вот одна веточка ее дальше идет как положено все, а вдруг ответвление, в котором вдруг появляется и неизвестно откуда появляется новое существо. Не Лейбнецовское ответвление. Вот представим себе, например, Лена Безуховой. Вот она. Представим себе мир, в котором она вдруг есть. И вот действительно в мире Наполеона не было Лены Безуховой, пока она не появилась у него в 1807 году на Айрхорском саммите. Для того, чтобы это сложилось так, у Лены Безуховой должны быть родители. А они у нее есть. А дальше бабушки и дедушки. Ну и так далее. То есть должно быть, например, Карпуску, которая от сотворения этого мира, от его начала, ведут некое существование, что потом однажды сложится в Лены Безухову. И вот обстоятельства, которые делают этот мир таким, затрагивают в этом много вещей. Потому что если у нас Карпуску сколько-то есть, то для того, чтобы получилось Лена Безухова, должно какого-то другого должно не быть. Например, это министр посвящения Уваров. Так сложится. Вот мир, в котором есть Лена Безухова, это мир, в котором нет министра Уварова. Значит, он другой занимает место этого министра. Ну, меняются кучи обстоятельств сразу. Либо Лена Безухова из дополнительного набора Карпуску возникает. Тогда и министр Уваров есть, и Лена Безухова есть. Вот так. Значит, это мы не Леменцево ответвление. Значит, Леменцевское ответвление. Те же самые Карпуску, в других перекомпоновках. Допускаем же это, может быть. А не Леменцевские, там, где, значит, вот, Карпуску его больше либо меньше. Дальше, значит, вот такие, там, где Леменцевские расщепления, это родственные будут последовательности. А там, где нет, там вот параллельно. Ну, и, значит, гибридизация и негибридизация тоже. Это так называемый парафикциональный контекст. Когда я, значит, объект из какой-то одной реальности закидываю в другую, не неся никаких обязательств по тому, откуда он возник. То есть, я вдруг обновляю состояние некоторого мира, введение в него нового объекта со всеми его карпускулами, свойствами и отношениями. Ну, и вот, поэтому такая табличка у меня там возникает из комбинации такого рода вещей. Значит, и эти последовательности, значит, миров, они ровно образуют то, что, значит, можно сказать, как ас-референции. То есть, это будут фреймы, если формально говорить, для интерпретации. Ну, и последнее, о чем хочу сказать, это вот претранспаренты. Значит, у нас имеется фикциональный контекст и метафикциональный. Фикциональный, когда я рассказываю истории рода, отважные ходят из ширы, дальше и то-то, то-то, то-то. Значит, почему фикциональный контекст? Потому что я знаю, что описываю фиктивное. А, значит, ну, желая достичь какого-то субъективного или художественного эффекта, я по этому поводу ничего не говорю, никак это не поясняю за субъективное. И предполагаю, что слушатель понимает, о чем идет речь. А дальше я говорю, Фродо – персонаж Романа Толкиена. В этом случае метафикциональный контекст возникает. Потому что я употребляю термин «роман», употребляю термин «персонаж». Значит, в первом случае, Фродо – отважный ходят из ширы. Это типичная имагинативная ДР. Я рассказываю разные истории про Фродо, что он пошел, пришел, взял кольцо, отдал кольцо. Это все будет иметь по существу ДР. Но поскольку это все, ну, привязанное ДР к тексту Романа, все будет привязка, ну, и типичная имагинативная. А вот Фродо – персонаж Романа Толкина – это все хитрее. Толкин существует в нашем мире, Роман существует в нашем мире, персонаж Романа в нашем мире. А Фродо как персонаж существует в нашем мире. Но он не обозначает как персонаж, он не обозначает как такового чего-то, являющегося Фродо в нашем мире. Вот это интересно. А что же он обозначает? Он является знаком особого рода, который, ну, вот можно назвать транспарент, и позаимствует этот термин у Павла Сихова. Вот такая логика Павла Сихова, так он назывался, транспарентная. Тихий такой чешский логика. Потом еще в 80-е я уехал в Австралию. Но Павел Матерна и Мария Души – это, значит, чешские авторы, которые как бы его наследие, значит, перетолковывают, сейчас пытаются поляризировать. В 2010 году вот эта книжка, сейчас, в связи с этой теорией. И это такая отчасти фрагианская логика про смысл аденатат. Ну, у Тихого разного рода транспарента. Смысл этого слова транспарента – это прозрачность, но имеется в виду, что вот смысл, значит, он, высказывания, несущие смысл, они прозрачно отсылают к своему динатату, предполагаемому динатату референта. Ну, там не будем вдаваться в Тихого, а смысл в том здесь, что, значит, быть транспарентой – это более общая функция, чем быть именем. Непосредственно Дерре называть, что ли. Потому что мы не знаем заранее, является ли имя, которое употреблено реальным, наполненным содержанием или отсылает оно к магинативному. Вот перед нами какое-то имя. И я могу думать, что это имя относится к чему-то вымышленному. А потом вдруг выясняется, что нет, оно никакое невымышленное, оно вполне реальное. И вот когда более общий случай быть транспарентой, то есть мне называют имя и говорят, что это вот объект такого-то рода и там-то и там-то. Я думаю, а что же это за объект такого рода? Может, его нет. Если его нет, то его называние с комментарием отсылает к другому возможному миру, где он есть. Но, может быть, он есть и в нашем мире. Поэтому имена, в контексте, в котором возможно и магинативное, и несуществующее, имена сначала транспаренты, а потом уже имена Дере. Это будет более общий случай. В контекстах вымысла, Толстой пишет о Наполеоне. Значит, Наполеон Романе Толстого отсылает к кому? Не к историческому Наполеону, нет. Потому что исторически Наполеон был другим, нежели Наполеон Романе Толстого. Значит, у Наполеона был розовый носик, и он сморкался, пишет из Визина Толстой. Пишет у него гадостяки Наполеона. Помните, что ручки у него маленькие, толстенькие, пузатенькие он такой весь. Неспортивное это слово. И вот, значит, написание Наполеона у Толстого отсылают к реальности романа, но не к историческому Наполеону. Значит, это транспарентное имя. Такого Наполеона никогда не было. И в качестве персонажа он тоже не существует. Что значит быть персонажем? Быть персонажем означает быть объектом, который есть в мире диегезы, но которые именуются в нашем мире как вымышленные. Крипкевская теория про вымышленные объекты предполагает особый класс. Но мне кажется, что более верным было бы назвать это именно транспарентными именами. Ну вот, если говорить о... Часть выводов я уже описал. Мне кажется, что семантику мегинативных доверен уже задавать на лейберских последовательности, а не адекватно наивной картине языковой. Вот. Знакомство с дарой мегинативной, знакомство со знакомством. И для этого нужно вот эти три условия прагматические. Мегинативная ясность, прозрачность и агентность. Прозрачность означает, что... Интересное это свойство. Оно означает, что мои попытки, значит, и приполучить из дедикта описание даре мегинативное, они ограничены вот этими, во-первых, моей агентностью, во-вторых, дедикта условиями. То есть, если... Представим себе такой мир, в котором не может существовать ни одно мыслящее существо. Может быть, такой мир? Может. А почему там не может существовать ни одно мыслящее существо? Мыслящие существа предполагают, там, не знаю, обмен веществ, какой-нибудь кислородный, нейроны. А там вот так устроен этот мир, что в нем невозможно нейроны, никакие сложные молекулы. Там нет ни одного мыслящего существа. А теперь говорю, а представим себе, что мы попали в этот мир и изучаем материальные объекты, которые в нем есть. Вот это по условию никакого дресса быть не может. Почему? Потому что никакой мой двойник в этом мире не мыслит. И если я воображаю себе мое знакомство в этом мире с каким-либо материальным объектом, я воображаю нечто заведомо невозможное. То есть, этот мир для меня, вот, оказывается, непрозрачным. И вот здесь воображение подчинено формальному условию возможностей. То есть, дедикта исключает хорошее продуктивное воображение. Ну, можно подумать о том, как бы, можно было довклиниться в этот мир, но это отдельный вопрос. Короче говоря, транспаренты должны оказываться по эту сторону порога прозрачности. Иначе никакого удаления не будет, и все это выводится в дедикта. То есть, просто в описании. Все. Спасибо. Спасибо. Может, я дольше говорил, чем надо. Прошу прощения. Большое спасибо, Иван Борисович. Так, какие у кого есть вопросы? Дмитрий Владимирович, если вы что-то говорите, то мы вас не слышим. Видно, что вы включили микрофон, но звука нет. Звука нет от вас. Какая-то техническая проблема. Так, ну пока Дмитрий Владимирович настраивает. Может быть, у кого-то есть еще вопросы? У других участников? У меня есть несколько вопросов, на самом деле. Когда говорят о знакомстве, то говорят о том, что необходимо как-то непосредственно взаимодействовать с объектом, знакомство с которым предполагается. Вот мне не совсем ясно остается, что значит непосредственное вот здесь. Не могли бы вы как-то пояснить? Ну да. Непосредственное это вызывающее некогнитивное состояние. Вот так. То есть сначала это некогнитивное состояние, на основе которого формируется восприятие объекта. О том, что опосредованное здесь, это как раз преддиктор. Описание с помощью понятий. Или с абстрактных терминов. Объект, который обладает таким свойством, таким свойством, таким свойством и таким. Актеристика. А вот, когда мы на него взираем, когда мы его там, не знаю, пробуем на зуб, вслушиваемся в него, трогаем его, то да, это непосредственно почему? Потому что работает, ну как у Гусселя, пассивный синтез. Ну, эмпиристы 17 века, они тоже это описывают как непосредственно. То есть, значит, данные чувств куда-то там вступают в этот сенсориум. И в этом сенсориуме интуитивно происходит формирование какого-то восприятия. А восприятие это всегда данные чувств плюс содержание. Данные плюс содержание. И они формируются вот, значит, без нашего участия, без нашей воли. Без воздействия нашей воли. То есть, мы не можем запретить самим себе увидеть желтое как желтое. Или если я смотрю на стул и вижу стул, я не могу запретить себе видеть стул, пытаться увидеть в этом стол. То есть, моя, вот это вот, понятно, что произвол невозможен, ну и, как бы, когнитивно тоже, да. Я знаю, что вижу стул, а хотел бы увидеть стул. Нет, не получится ничего. Вот это непосредственное. Единственное, что непосредственное оно в нас, поскольку мы обитаем в среде предметов, к которым мы хорошо привыкли, то непосредственное вот это, оно у нас очень близко, очень хорошо, плотно склеено с уже опосредованным. И, пожалуй, мы, если по существенному восприятию мы ориентируем, оно модулировано нашими содержаниями, да, то есть тем, чем мы знаем о мире. И поэтому наш взгляд, он уже, как бы, простроен содержанием. В некоторых интересных оригинальных ситуациях это не так. Вот, например, при сборе грибов, такой очень простецкий пример. Пока тебе не показали, вот, там, цветовосприятия, там, по-разному у разных людей, да, и выделение из фона. Вот, чтобы, значит, различать или видеть, видеть именно так некоторые грибы, надо, чтобы тебе их несколько раз показали. Надо привыкнуть к их цвету, к их форме. Ну, какие-то якоро-красные грибы сразу видны на черном и зеленом фоне. А вот, когда этот же цвет, но в окружении желтеньких листиков разного оттенка или красноватых листьев, то это уже не так. Или коричневая на зеленом. И вот, значит, понятно, что на сетчатку глаза проецируется изображение этого гриба. Но стоящий рядом с тобой человек его видит, а ты его не видишь. В том значении слова видеть, которое означает воспринимать. То есть, глаза продуцируют одно и то же изображение на ретину. Но для меня, для соседа, для другого человека рождается восприятие, а для меня не рождается. И вот это такая неприятная, очень нелюбившая ситуация. Потому что это заминка между непосредственным и опосредованным. Между восприятием и знанием. Значит, в мире вещей, созданных человеком, с этим как раз все проще. Потому что мы как бы видим то, что надо видеть. Значит, любая поверхность, на которую устремлен наш взгляд, поверхность там, она шероховатая, имеющая разные цветовые переходы. Она не одинаковая, ни одного цвета, хотя бы казалось бы, ни одного цвета. Но поскольку нам не нужно обращать внимание на эти оттенки и переходы шероховатости, то мы их не воспринимаем. Надо было бы, мы бы их воспринимали. Но наше восприятие на это не ориентировано. И на это мы не тренируемся. А тренируемся там, где нужно различать. Ну вот люди, смотрящие в микроскоп, на образцы каких-нибудь тканей. То есть у них есть празерматические образцы каких-нибудь клеток, например, раковых, которые нужно увидеть в образце. А если мы с вами, обычный человек смотрит в микроскоп, он вообще не понимает, когда вообще что-либо можно увидеть. Примерно то же самое, как когда Галилей привез свой телескоп в Рим и предложил посмотреть на небо. То, значит, все, кто заглядывали, ничего не могли увидеть. Потому что изображение прыгает, телескоп трясется. Вот, надо же миротрудный навык иметь, чтобы посмотреть. И еще правильно что-либо вглядеться еще. Такой навык. Если его нет, ты ничего не видишь. То есть ты видишь, но не видишь. То есть у тебя не рождаются факты, не рождаются объекты. То есть вот непосредственное, это такое, которое происходит, да, на основе пассивного синтеза. И оно происходит вот этим путем, да, спонтанной работы восприятия. Ну, до гуссу или можно сказать, что это трансцендентальное основание в этом заложено. Вот. Безусловно, содержание участвует, но только вне, не произвольно. А опосредованно это уже вот, да, понятно, когда, к этому мы предлагаем еще набор использований. Так, примерно так. И вас немножко не знаю. Да, простите, что перебил, но... Чего-ничего. Я подумал, что вы закончили отвечать. Да, все же не закончилось, спасибо, да. Хорошо. Иван Борисович, спасибо за ответ. Простите, пожалуйста, что я буду использовать вас в качестве примера. Да, да. Вот можно ли говорить о том, что я употребляю имя Ивана Борисович в модусе ДР? Ну, то есть, вот я не воспринимал вас непосредственно, да, у меня знакомства с вами нет. Сегодня я вас тоже, как бы, ну, скажем так, не воспринимал, только в виде изображения на экране. Как я употребляю термин ДР, Иван Борисович, в данном случае? Ну, конечно, ДР. Почему? Ну, тут мы ссылаемся на Крипке, на его каузальную теорию референции. Значит, однажды Лев Дмитриевич узнал от кого-то о существовании Ивана Борисовича. И, значит, этот кто-то говорит, вот Иван Борисович, то Иван Борисович, все. И я тоже узнал, что Лева Дмитриевич от кого-то. Вот Лев Дмитриевич такой-то секой-то. Значит, ну, каузальное предполагает, что появление в дискуссе собственного имени связано с тем, что кто-то когда-то однажды имел это непосредственное знакомство и пришел в это некогнитивное состояние, а потом уже и модулированное когнитивное, в котором, значит, этот объект был поименован и имеются его свойства. И дальше, если я употребляю собственное имя, то моя коммуникация добросовестна и прагматически я выполняю все нужные условия, когда у меня это общение было. Вот согласитесь, что если бы кто-то начал употреблять собственные имена без того, чтобы иметь знакомство с их динататами, ну, мы сказали, что это полное нарушение вообще нормальных правил коммуникации. Подошел ко мне НН и сказал тот, а то объясняется, что никого НН нет. Я говорю, вы, собственно, о чем нам ввели речь, если никого НН не было? Или вы отдали вашу эту батарейку термоядерную в комнате К, потом объясняется, что никого К нету. Что тогда я сообщил, о чем, кому. То есть это не работает. Значит, ну, есть там три варианта главных, да, для обозначения ДРЭ предметов. Значит, имена собственные. И они, это, значит, имена, которые ярлыки, они используются в коммуникации какой-то средой. И их правило их употребления состоит в том, что вот я употреблял, и ты употребляешь, и раньше употребляли. Есть кто-то, кто первый назвал предмет этим именем. И с того все и пошло. Второе – это демонстративы. Ну, с ними проще. Демонстратив вот только употребляется в ситуации. Поэтому, если я вхожу в аудиторию, и там написано «это никуда не годится», то я предполагаю сразу ситуации. Вот есть люди, у них есть какое-то, что-то с ними случилось, и они понимают, что вот это «это», да кто-то из них написал «это никуда не годится». Индексальные термины. Я устал написать на той же доске. Чтобы это стало осмысленно, мне нужна ситуация произнесения, где будет кто-то, кто это пишет, еще и от первого лица. Ну, и, наконец, референциальные употребленные дискрипции «человек у меня за спиной». Значит, это я тоже говорю, человек у меня за спиной, это вот то-то и то-то. Значит, нужна ситуация, в которой я как-то сижу или стою, и что-то у меня там происходит. И вот во всех этих случаях прагматическое условие соблюдено, если этот референт есть. А если его нет, то я нарушаю правила добросовестной коммуникации, ввожу собеседника в заблуждение, потому что собеседник-то будет думать, что этот объект есть. Вот так. Хорошо, спасибо. Вот Дмитрий Владимирович в чате задает вопрос, я его озвучиваю. Вопрос об онтологической относительности и подлинных ДР. Не исчезают ли они, независимо от прагматики, вместе с собственными именами? Ну, собственные имена, значит, если убрать собственные имена, то все-таки еще много чего останется. Останутся демонстративы, местоимения, значит, референциальные дискрипции и индексалы. То есть, все это задает ДР, конечно. А теперь относительность, она тут такая. Она вот как раз прагматическая, что ли. То есть, я приводил примеры с существами, которые могли бы жить миллион раз быстрее нас и миллион раз медленнее нас. Значит, разные вещи, мы эти существа могли бы именовать ДР, разные. Ну, во-первых, модус такого именования всегда бы оставался. Потому что, как я говорил, модус первой сущности универсальный и общий. А прагматика была бы, я думаю, общей для всех. Потому что вот обязательства, возникающие под ДР, они отличаются от обязательств, возникающих под Эдикто. Потому что ДР можно положить в карман, Эдикто нельзя. И жили бы миллион раз быстрее, миллион раз медленнее, а ничем не поменялось. У нас были бы, поскольку мы телесные, значит, мы телесные, значит, и вот это вот просто хронотоп нашего тела, вот он синхронен хронотопу, значит, из других тел. И какие, вот миллион раз медленнее, миллион раз быстрее, и там тоже найдутся тела, с которыми мы будем как бы синхронны, с которыми мы будем в одном порядке существовать. Мы будем их класть в карман, или они будут нас класть в карман. Вот так или иначе. А раз так, то и ДР сохранится, и прагматика сохранится. Как убрать, если убрать вообще из языка все способы индексировать? Ну да, можно. Тогда останутся одни описания. Одни описания. Но на описаниях далеко не уедешь. На них ни одно описание не может описать единичное. Вот такая вот проблема. Проблема классической логики предикатов в том, почему она плохо применима к анализу естественного языка. Потому что логика предикатов, она должна описывать свойства чисел. Ее главная антология – это арифметика. И от числа весьма специфические объекты, которые в этой семантике логики предикатов, в этой семантике формализованной арифметики, задаются так фактически автонимно. То есть там можно даже вообще обойтись, особенно с формализованной арифметикой, без семантики. А за счет операций, преобразований, значит, одни образования будут преобразовываться в другие, и между ними будет стоять знак равенства. Значит, если мы придаем значение числу, то число там по фреге – это свойство второго порядка. Но можно не по фреге, можно конструктивно задавать числа через какие-то знаковые перестановки, как базовые объекты в виде палочек и спичек, и там раньше преобразования разницами будут получаться. Но никакое выражение логики предикатов не фиксирует никакую единичность. Даже, значит, когда мы описываем дескрипцию, которая предполагается, что она описывает что-то одно, она описывает одно с точностью до неразличимости того от тех двух, которые сливаются. Вот единичность не схватывается, она не схватывается и в логистике Аристотеля, естественно, ее невозможно схватить. Значит, единичность нигде не… поэтому единичные суждения идут себе как общие, они неразличимы логически. И для появления единичности нам нужны вот эти дыры, как и странные. Это очень интересно, потому что наш непосредственный жизненный опыт – это все сплошное общение с единичностями, и тело наше, вот первая сущность единичная, а вот эта наука, она работает именно с общим. И единичное не схватывает. Единичное нужно не понятийно схватить, а предъявить. А предъявляемое кладется в карман, и, значит, возникает дыры. Значит, можно очистить язык от всех дыры, дыры, и это получил что-то вроде языка логики предикатов. Первый порядок, пожалуйста. Но не схватишь единичный. Чтобы его схватить, надо войти в семантику и сказать, вот это вот, есть там такой объект, а вот это его имя, это будет константа А, например. Но только для этого надо специально этот объект в семантике указать каким-то другим значком, и сказать, да вот, мы это дело промерили. Либо семантику на основе термов. Вот пусть термы языка и образуют единицы нашей семантики в канонической модели предоказательства полноты логики предикатов. Так, а вот я еще вижу, что, значит, Буталович пишет, границы между подлинными столами и подлинными стульями могут сдвигаться согласно аквариуму. Ну, да, конечно, они и вообще могут сдвигаться. Вот, они могут сдвигаться в сторону радуги или чего-то еще. Вот указание единичного, то, к чему можно отнестись ДРЭ, это всеобщая такая, есть некоторая всеобщая форма, свойственная нашему восприятию. И в нее попадают, в зависимости от эмпирических условий, те объекты и другие объекты. Но если уж попал, то ДРЭ. Не попал, ну, значит, не попал. Вот это как бы не относится к логике, семантике и прагматике. Я как бы настаиваю на том, что эти логические свойства и прагматические, они как раз носят всеобщий характер. Они формально присущи механизмам восприятия в той мере, в которой они соотносятся и сопряжены вот с естественным языком. Так, вот Артем. Поднял руку, пожалуйста, Артем. Да, слышите меня, да? Да. Да, Иван Борисович, такой вопрос. Поскольку у вас и в докладе, и в статье довольно существенным, кажется, является понятие прозрачности, по крайней мере, одно из требований прогнотических, которые вы формулируете, требование прозрачности, и в другом требовании, требование сохранения агентности, формулирует, ну, оно формулируется через понятие, в том числе, порога прозрачности. Я хотел бы попросить вас, не могли бы вы несколько подробнее сказать о том, как нам следует понимать это требование прозрачности. В том смысле, оно задается каким-то набором принципов, то есть, чтобы понять, что-то является прозрачным или не является прозрачным, мы отсылаем к какому-то набору принципов, или оно задается апелляцией к нашим когнитивным способностям. То есть, в конечном итоге, видимо, в таком случае интуитивно мы понимаем, что является для нас прозрачным или не является прозрачным. И если последнее верно, то как мы апеллируем к этим нашим способностям, то есть к средним способностям когнитивным мы апеллируем или к какому-то конкретному случаю, и в таком случае, видимо, будет оказываться, что то, что прозрачно для одного, может не быть прозрачным для другого, например, если мы страдаем от каких-то особенных специфических состояний вроде фантазии или что-то в этом роде. Вот, кажется, на понятии прозрачности многое завязано, но для меня осталось не совсем понятным, как нам определять, что является прозрачным, а что не является прозрачным. Да, спасибо. Это у меня еще не до конца как бы додуманная тема про прозрачность. Что прозрачность значит примерно следующее, что я могу уверенно что-либо воображать Дере при одних обстоятельствах и гораздо менее увереннее при других. Ну вот, когда там в последнем томе романа «Пруста» герой обнаруживает же направление к Герману, то есть то же самое, что направление к Сва, например. Там в первом томе они гуляют в разные стороны, а потом выясняется, что этим маршрутам-то на возрастном цене понимают, что они сходятся. Ну, там, идя в одну сторону, ты думаешь, что мог бы пойти к одной и той же цели, ну, к этой работе. Ты можешь думать, что можно идти одним маршрутом, может думать, что можно было бы пойти другим маршрутом. Если с этой позиции там было бы видно то-то и то. Или, например, что встав сегодня в 5 утра перед рассветом, можно было бы увидеть комету Нишимура на небосклоне, но ты не встал. Это очень такие близкие, это прозрачные ситуации. Ну, потому что у нас большая степень уверенности в том, что эту ситуацию можно было бы реализовать, и планета Нишимура явилась бы в Дере. Или, что пошел бы ты другим маршрутом, шел бы другими тропинками, другими дорожками, другими мостиками, и примерно, сколько ты знаешь, как они выглядят, те мостики, уже ходил через них много раз, тоже представляешь себе очень ясно, что бы это могло быть. Это прозрачность. И я вот, мы, когда мы воображаем что-либо, и какие-то объекты, Дере воображаем в прозрачных таких ситуациях, то мы очень уверенно это делаем. Часто, кстати, ошибаемся. Оно кажется нам прозрачным, а потом выясняется, что мы ошиблись. А есть ситуации такие вот непрозрачные. Значит, мы наворачиваем много разных условий, что может случиться, если то всего 5-е, 10-е и 35-е. И вот как при этом будут даны нам объекты Дере, какими мы их увидим, какими они нам явятся. И вот этого мы не знаем. Если не знаем, прозрачности нет. И магинативное Дере за пределами прозрачности невозможно. Там остается чистая Дедикта. Ну вот, значит, если бы Фродо и волшебные, его волшебники, эльфы и все прочее, оказались бы вдруг в нашем мире. Были найдены вдруг в каком-то фрагменте нашего мира. Или если бы Гарри Поттер и весь его мир существовали в нашем мире. Ну вот, что были бы те или иные объекты или явления. Здесь мы теряем прозрачность. Нам не очень понятно, что там может произойти. И какие у них будут свойства. Мы не знаем. Для того, чтобы реализовать мир волшебства, возможно, нужно, чтобы какие-то фундаментальные черды нашего мира были бы другими. И чем тогда буду я, например, в этом мире? Тут я потеряю агентность. Значит, агентность – это совершенно право. Это аспект прозрачности некоторой. То есть, когда я уверен в том, что в параллельном мире я буду тем же, что я есть в этом. Ну, например, что я не утрачу когнитивных способностей. И тогда я смогу быть свидетелем существования какого-то объекта. Могу иметь с ним дело ДРФ. У меня возможность им знакомства. То я себя в этом воображаю. Если я могу себе представить себя в качестве знакомящегося с этим объектом. Значит, это прозрачная конструкция. И моя агентность сохранится. А если… Может быть, только тут нет совпадения. Может быть так, что моя агентность сохранится, но я об этом не знаю. Для меня какой-то мир не прозрачен, но агентность сохранится. Может быть и так. Ну, в общем, это мутная вода, честно говоря, конечно. А тут надо подумать с другой стороны. Тут уже формальности и прагматика не работают. Я еще… Надо будет дальше думать на эту тему. Я еще не придумал, как это хорошо можно описать. А можно я еще шаг сделаю в эту мутную воду? Просто я хочу понять. То есть, если я правильно понимаю из вашего ответа, пока вы скорее, по крайней мере, на данном этапе развития вашей теории, вы думаете об этом скорее в интуитивных терминах, чем в каких-то терминах-принципах, которые можно было бы задать для того, чтобы определить, является ли нечто прозрачным или нет. Но если возвращаться к этому, вот, например, в начале, то, понятно, две довольно ясные ситуации. Ситуации, в которых нам представляется, что мы можем нечто легко выобразить, и действительно мы можем это легко выобразить. И ситуация, в которой нам представляется, что нам что-то непонятно, мы не можем этого легко выобразить, и, соответственно, тогда для нас это непрозрачно. Но, как вы сами сказали, оговорившись, бывают ситуации, когда у нас есть ощущение прозрачности, но это ошибочное ощущение прозрачности. То есть нам представляется, вот если использовать ваш пример, что в мире, в котором не может быть сложных молекул, не может быть сложных соединений, нам может представляться, если мы недостаточно далеко и глубоко и осмотрительно подумали, что мы можем там представить себя в качестве агента, хотя, пройдя на шаг вперед, мы поймем, что на самом деле не мы. Но, тем не менее, вы, как бы, кажется, используете для описания того, что такое прозрачность, именно, вот, так сказать, интуитивное ощущение, что нам кажется, что мы можем это представить. Кажется, что здесь есть некоторые столкновения. Если есть такие ситуации, когда нам кажется, что мы можем себе нечто представить, но при этом вы сами постулируете, что это может быть ошибочное впечатление, то кажется, что это не очень хорошо подходит для определения того, что такое прозрачность. Ну, вы очень хорошо употребили такую метафору «осмотрительно думать». Хорошо, «осмотрительно думать». Хорошее слово, спасибо. Ну, это же вероятностные вещи, вот ты думаешь осмотрительно, а на самом деле чего-то недосмотрел. Когда мы говорим, что это возможно, мы отсылаем к возможному миру. А возможный мир, который мы представили, может оказаться невозможным. Вот у нас формальные условия в семантике, значит, там, возможно, что-то, когда существует мир, в котором то-то и то-то. А вот существует он или нет, этого мы же не можем знать, потому что нам ведь нужно реализовать мир целиком, чтобы он был непротиворечиво мыслим. Значит, поэтому там в одном месте статьи я предлагаю некоторую идею на этот счет, потому что, значит, там происходит построение некоторого мира, можно сказать, фрагментарным, частичным, начиная с некоторой фокусировки. Вот, допустим, мне нужно представить меня самого обладающими сверхъестественными способностями какими-то. И вот, значит, я начинаю с того, что я говорю, я обладаю сверхъестественными способностями. Это будет означать, что все мои качества, которые могли бы этому противоречить, отменяются. И замещаются такими качествами, которые могли бы быть совместимы. Все качества прочей этого мира, которые могли бы с этим противоречить, но тоже отменяются, редактируются, изменяются в сторону совместимости с этим. Ну и так далее. Ну, люди-существа, непрерывно продумывающие разные возможности, причем еще нас к этому подталкивают разные социальные аффекты. Не меньше, чем раз в день каждый человек воображает себя полным ничтожеством, и не меньше, чем раз в день каждый человек воображает себя Господом Богом, всесильным существом. В последнем случае он говорит, если бы я был Господом Богом, я бы сейчас вот пухму, что я сделал. А в первом случае мы говорим, мы такие ничтожные, что только можем страдать и все, прятаться в какой-нибудь щель, больше нам ничего не надо. В обоих случаях мы не ставим вопрос о том, возможно это формально или нет такой мир. Возможно или нет. Мы начинаем с того, что мы фокусируемся на некотором условии. Вот я Господь Бог, всесильное существо, именно я, или я мировое правительство. А дальше пусть будет выстроен мир, в котором это будет верно. А если окажется, что такой мир выстроить невозможно, а мы этого не знаем, потому что там же бесконечное количество обстоятельств, опять же, непротиворечивый мир. Где-то мы уверены, что они сложатся, а где-то не уверены. А Аристотель скажет, что как оно есть, иначе быть и не могло. Ну вот тут можно быть изрядно скептичным в отношении возможных миров. Поэтому, вот что прозрачно, что непрозрачно, и это критерий логический, последний критерий, конечно. А вот осмотрительное мышление, оно на него опираться не может. Оно может только ожидать этой логичности. И значит, тогда на что оно смотрит, осмотрительное мышление? Ну, на вероятности какие-то. На то, что уже было, то, что уже было воображено. На опыт воображения про других людей, которые потом реализовались эти воображения. Они представляли себе такое-то и такое-то устройство общества, и оно возникло. Они представляли себе такое-то техническое устройство, и оно возникло. Скульптор представлял себе такую-то статую, и потом ее действительно слепил. А художник такую-то картину, и он ее нарисовал. Но всякие нам скажут, что замысел всегда отличается от реализации. Да, конечно. Проект идеального совершенного общества очень красиво выглядит. При реализации оказалось не совсем то. Ну, что делать? Было уже поздно. Ну, там начали рисовать картину, хотели таких-то визуальных эффектов добиться. Но вот данные краски так не ложатся, и такие визуальные эффекты не достигаются. Композитор слышал музыку сфер, начал реализовывать ее для нынешних существующих эмпирических инструментов. Ну, получается, похоже, но не то. Нормальная ситуация, как всегда. В общем, спасибо. Вот рассмотрительное мышление – это хорошо. Я подумаю, дальше буду думать в эту сторону. Рассмотрительность. Хорошо, спасибо. Я вижу, что Анна подняла. Но у меня есть короткий такой дурацкий вопрос в продолжении этой темы. То есть невозможно себе представить ситуацию, когда я непосредственно знаком с невозможным, объектом. И, соответственно, не может быть такого, что я бы говорил о невозможном объекте в модусе имагнитивного ДРЭ. Даже при условии, что я, например, не знаю, что этот объект невозможен. Да, именно так примерно и выглядит дело. Если я знаю, что объект невозможен, то я ограничиваю свою способность представлять знакомство с этим объектом. То есть я легко воображаю себе мое внутреннее состояние, говорящие о том, что у меня есть с чем-то знакомство. Но что бы там ни было, не может быть тем самым объектом. Это так. Только он невозможен. А если я не знаю того, что он невозможен? А вот если я не знаю, это самый интересный случай, о котором идет речь. То есть мне кажется, что я могу его себе вообразить, даже вообразил уже. Потом выясняется, что все, что я могу вообразить, это не то. Но я могу это не сразу понять, это. А потом буду глубоко разочарован. Потому что я вообразив, я начал испытывать надежду, предвосхищение. А потом оказывается, что нет, этого быть не может. Так бывает очень часто как раз. То есть ясно, что воображение того, чего нет, но одна из фундаментальных способностей вообще человеческих. Мы вообще ориентированы в будущее в большей мере, чем в прошлое. Мы помним прошлое для того, чтобы простраивать свое будущее. Ну, возьмем хотя бы там утопии, утопическое мышление, с этим связанное все. Не всякое размышление о будущем является утопией. Утопия, это, вот специфика, кстати, утопия, это где-то на ее конкретность. Утопия, как литературный жанр, предполагает максимальную конкретность при предположении несбыточности. Значит, автор утопии никогда не имеет в виду, что то, что он описывает, может быть реальностью. И читатель понимает, что то, что описано, является риторическим, текстом с риторической силой, которая должна обличить пороки, подкнуть на нос оппонентов, там, значит, показать, как надо, и обличить, как не надо. Вот. Достигается это причем предельной конкретности. А вот теория или идеология, они как раз действуют иначе. Они действуют до дикта. Они описывают принципы устроения по поводу совершенного общества. Обычно это всех интересуют. Принципы. Но, естественно, не прибегают к деталям. Значит, смешанный текст, как у Платона, например, его государство или законы, там, значит, идет сначала теоретическая, идеологическая программа. Потом вдруг появляются примеры из жизни. И вот сейчас у тебя вот петь, мы будем так ходить, танцевать вот так, и какие-то детали возникают. Эти детали, они дыры. Они элементы утопического. Вот это, ну, связано это с тем, что вот это утопическое должно явить облик реальности, значит, как будто возможной, но на самом деле нереализуемой. И показать дистанцию между нынешним несовершенством и будущим совершенством. Антиутопия наоборот. Между нынешним терпимым существованием и будущим катастрофическим. И вот лучше это достигается, этот эффект, при демонстрации ДРЭ. А именно, когда ты представляешь себя попадающим в мир утопии и оказываешься там совершенно счастливым, и оказываешься в мире антиутопии, и попадаешь в катастрофу, и оказываешься совершенно несчастным. Ну, это понятно, что это художественное воздействие на нас с вами, потому что для нас это предвосхищение, это, ну, очень важная и частая вещь. Мы постоянно все предвосхищаем, поэтому все построили. Поэтому, да, невозможно... Значит, таким образом ДРЭ, иммагинативность, вот это она предполагает, значит, возможность логическую, и мы все время, и физическую тоже, и мы все время тоже это имеем в виду. И поскольку мы все-таки стараемся мыслить осмотрительно, за неосмотрительное мысление нас высмеивают обычно, чтобы мы романтики и мечтатели, и прожектеры, то часто нам говорят, вы знаете, вы слишком осмотрительные, больше фантазии, ставьте невозможные цели, говорят, на любом бизнес-тренинге, и тогда вы достигнете большого богатства. Вот эта игра все с теми же понятиями, да, возможное, невозможное, значит, реализуемое, нереализуемое, что можно себе вообразить. Но специфика ДРЭ просто в том, что воображаются знакомства с вещами. Хорошо, спасибо. Так, Анна, такой вопрос. Да, спасибо. Вот по поводу вот этого несовпадения, значит, представляемого и того, что получается, если попытаться это все оплатить в действительность. Мне кажется, что в этом есть некоторая проблема для того, чтобы, в принципе, считать иммагимативное ДРЭ как ДРЭ. Потому что, вот мы говорим, композитор слышал музыку сфер, но он ее, значит, написал, и она звучит немного не так. Так ее ли он написал? Ведь когда он, ну, то есть он мог каким-то несколько различным образом реализовать эту музыку, и между всеми этими способами он не может различить, который из них он слышал. А в ситуации, ну, стандартного ДРЭ, и даже в ситуации неспецифического ДРЭ, мы всегда можем различить. Мы говорим, там, скажем, человек у меня за спиной. Я не знаю всех характеристик этого человека у меня за спиной, но даже если передо мной поставить несколько идентичных людей, между которыми я не смогу различить по описанию, я могу сказать, что только один из них действительно стоял за спиной у меня в этот момент. Но с иммагимативным ДРЭ мы так сделать не можем. И поэтому возникает сомнение в том, что у нас, в принципе, есть знакомство с этим объектом в том смысле, в котором мы говорим о знакомстве, когда употребляем ДРЭ. Да, спасибо. Но это, как бы, правильное возражение, что иммагинативное ДРЭ, если-то не вполне ДРЭ. На то оно и иммагинативное. Значит, и в нем воображается знакомство. Прежде всего. Значит, как мы достаем непосредственно до вот этого воображаемого объекта. Мы воображаем себя, знакомящимся с ним. А что мы можем здесь вообразить? В нас присутствуют в этом смысле, ну, допустим, два состояния. Одно состояние – это состояние того, что я усмотрел объект. И у меня есть знакомство. Другое – это какие-то конкретные характеристики этого знакомства, отражающие результаты восприятия. И они могут быть даже не когнитивными еще. Вот, то есть, мой модус восприятия предмета, когда я воспринимаю его актуально, когда я его себе воображаю, и когда я его вспоминаю, эти три модуса, они очень хорошо разделены. Это в гусоре показано, да? И вот модус актуального, он мне хорошо известен, понятен и чувствуется. И поскольку он всегда один и тот же, потому что состояние, в которое я прихожу, имеет определенные характеристики. Вот оно репродуцируется. Значит, если я воображаю себе знакомство с несуществующим объектом, то прежде всего я начинаю с того, что я помещаю себя в некий мир, вижу себя в некотором мире, в котором у меня возникает вот именно это ощущение того, что у меня непосредственный контакт с объектом. А дальше я могу домыслить и довообразить, какие именно у меня будут эти вот качества этого восприятия. Но поскольку я и в действительности часто прихожу лишь в некогнитивное состояние, в некогнитивное, и прежде чем отдать себе отчет в своем восприятии, я восприятием этим уже пользуюсь и могу практически реагировать и взаимодействовать с предметом, еще не поняв, каков он до конца. То есть я еще не сделал этот предмет, предмет, я еще описать его не могу толком, в дескрипции еще не готово, а взаимодействовать уже могу. Так и тут. Значит, я как бы оказываюсь на половине пути. Значит, я воображаю себя вообразившим и познакомившимся, да, но при этом у меня остается незаполненным фрагмент, а что именно у меня там воображено до конца. Частично есть, а до конца нет. Частично возникает из дедикта, что вот единороги, они вот такие-то и такие-то. Так, а вот полноты нет. Но эта полнота ничем не отличается от того, что у меня бывает и актуально недоанализированное восприятие. Поэтому за счет этой близости это и называют дыры. дыры, но помещают, что и магинативное. То есть оно, как бы, это не я придумал магинативное дыры, нет. Это, я бы не осмелился. Но, значит, гуляет оно в литературе. А гуляет почему? Потому что, ну, в языке мы говорим, фродо отважный хоббит. Фродо пошел туда, пошел сюда, там. То есть мы обращаемся с именами вымышленными, как будто они именно настоящие. А бывают еще такие случаи, что что-то заранее описанное, как вымышленное, потом вдруг становится действительным. Вот это да, говорим, вот это здорово. Значит, эта дистанция где-то преодолевается даже антологически. Вещь, которая была лишь поображаема, вдруг реализовалась. И ты говоришь, вот это да. Ну, вот то же самое. Поэтому композитор, он слышит некую мелодию, музыку сфер, там, ему кажется, совершенную музыку. Он ее, у него есть полный, как сферма, который написал там, да, что я только что увидел во сне, по-моему, очень изящное доказательство моей теоремы. Что с ним было? С ним было следующее. Он, видимо, засад в древоме. Ему привиделось, что он доказал теорему, и он испытал вот это вот ощущение того, что ему дано то, что вот он так долго искал. Ну, видимо, ему привиделись тексты какие-то или рассуждения. Это, считайте, дыре. И у него возникло состояние, что у него есть этот дыре. Но дальше, дальше была тогда мутная часть. То есть он не мог потом описать, что именно он увидел. Так же и композитор. То есть ему является некая мелодия, но скорее она является так. Ему является состояние, что ему явилась потрясающая мелодия. Когда он потом пытается ее реализовать, получается немножко не то, что как будто бы ему казалось вызывать это состояние. А вот на этом тут игра вся и построена. Но даже с Ферма более такой действительно яркий пример, потому что он и правдивый. У Ферма было такое состояние, что ему казалось, что он нашел доказательства. Но он его не нашел. А состояние было. Что-то разные вещи. Одно дело как бы субъективное состояние, свидетельствующее о знакомстве, а другое это содержание самого знакомства. Некогнитивное, непроясненное, но доступное для взаимодействия. То есть он мог представлять себе, что он доклад делает. У Лейбинца есть такая ремарка. Лейбинц говорит, если мы во сне доказываем теорему, то мы доказываем ее столь же хорошо, что и наяву. Тут Лейбинц не прав. Потому что, когда я во сне доказываю теорему или во сне мне снится, что я говорю на английском языке очень хорошо и гладко, то это не значит, что я говорю во сне хорошо и гладко и не значит, что я доказываю теорему. А значит просто, что я испытываю состояние, в котором мне кажется, что я хорошо говорю и хорошо доказываю. И у меня что-то есть. Я что-то нашел. А вот что именно? Этот предмет, он ускользает во сне как раз. Геометрическую теорему нельзя отказать во сне. Ты никогда не будешь уверен в том, что-то ее доказал вот это 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 вот да и фирма и клейнец вот наверное вот так да это кто еще да то еще да как в таком случае выстраивать семантику пропозициональных установок если мы на место объекта помещаем вот такой вот иммагинативный объект то есть если допустим там я мечтаю познакомиться с эленой безуховой то с которой из них у которой есть родинка на правой щеке или нет ну вот да да здесь и приходится поэтому эти объекты как-то размечать указывать их происхождение иначе мы потеряемся так и есть то есть нам для этого нужен мир диегезы и познакомиться с эленой безухой будет происходить у вас в гибридном мире в котором есть и вы и она какие-то ее свойства будут в фокусе какие-то не в фокусе и это будет лишь раскрываться постфактум какие-то будут даны изначально вот так примерно и должно выглядеть но наиболее популярная семантика для иммагинативного сейчас это психологическая семантика у меня в статье там есть ссылка на дискуссию семнадцатого года в журнале журналов лингвистик посвященный как раз этому вопросу вот и ровно от кампа и хаем который я уже ссылался от это все идет психологическая семантика там должны быть привязки и состояние там примерно так без привязок ничего не происходит всякий терм который вводится привязан к чему-то к тексту к человеку а дальше состояние какие-то ну сказать что это прямо очень убедительно выглядит ну нельзя скорее дело вот как обстоит что хочется спросить какие конкретные цели то есть под конкретную задачу формализации вот так под конкретную формализация под нее можно всегда придумать такую семантику которая был хорошо обслуживала иммагинативные термы то есть для этого нам нужно знать контекст что у нас за фрагмент дискурса в котором есть реальное есть воображаемое и вот если мы контекст опишем тогда да все получится но например мы описываем жизнь каких-нибудь там детей которые играют компьютерные игры и у них хотя компьютерных игр воображаемые объекты они все время обсуждают что такой-то сделал так а я пошел туда и нашел то и мы их если мы анализируем их речь нам не очень понятно значит что к чему относятся где у них воображаемое а где у них реальное с этим мы справимся потому что мы скажем что вот у них есть реальность двух порядков значит и они называют объекты из одной сферы а потом объекты из другой сферы пожалуйста мы справимся с этим либо там другая ситуация что значит да учет какие-нибудь дети они сами себе выдумывают некий фантастический мир и играют в него ну тут мы справимся мы как бы найдем способ эти универсумы дифференцировать вот а вопрос о том сильнее ли я чем фродо будет решаться в гибридном мире где падаю и я и фродо но нужно конкретно так вообще трудно сказать что нужно сделать для интерпретации чем конкретные задачи тем лучше да вот у меня есть по поводу фирма небольшой комментарий если имелось ввиду великой теорема фирма то на полях книжки фирма написал что он прям нашел до рассказала мне говорит что он нашел поистине удивительное доказательство но просто поля маленькие они мы что написали вот в продолжение значит вопросов о тождестве у меня тоже есть небольшой вопрос от насколько обосновано утверждение что элен безухова имеет какие-то еще свойства помимо описанных львом толстым но то есть вот по крайней мере с точки зрения одной из концепции вымышленных объектов или может быть даже группы концепции эффективные вот эти вымышленные объекты в отличие от реальных реально существующих являются полными или непополнимыми ну то есть мы не знаем какими там свойствами или безухова обладает помимо того что толстой нам сообщил и кто может гарантировать что это действительно будет или безухова с которой мы знакомство себе воображаем я уже примерно описал то есть если мы пользуемся аппаратом возможных миров нам приходится достраивать мир до полного состояния то есть до полного описания всех объектов этого мира и значит начинаем мы с того что мы фокусе ставим в элену безухову с теми свойствами которые описаны в романе к ней присоединяем других героев романа с их свойствами все это соединяем а потом еще говорим а теперь непротиворечивым образом расширим данное описание до максимального и непротиворечивого множества формул то есть до возможного мира если вдруг это окажется непротиворечивым то есть невозможным внутренним ну скажем ну да нехорошо придумал лев николаевич его мир невозможен но обычно так не бывает обычно сочинители хорошо придумывают все складывалось противоречий внутренних не будет мы получим какой-то возможный мир другое дело что он бы можно достроить разными способами родину поместить налево и щеке и направо или вообще не помещать или дверь разместить и так так или так это все будут варианты элены безуховой это будут ее родственные ей объекты потому что мир будет можно перекомпоновать так или иначе это как бы следствие использования аппарата возможных миров меры могут быть впрочем и неполными то есть там может не быть не сказано все но в таком случае главный вопрос критерии противоречивости исчезает непротиворечивости вернее потому что полный мир он не противоречит в этом его главное достоинство а вот именно построение завершения говорит нам непротиворечив он или нет а начать мир с комбинации какого-то набора фактов но только если конечный набор фактов да они могут там понятно значит противоречивый или нет а вот а дальше это может теряться в общем полнота чтобы достроить непротиворечивый мир ну да неизбежно на этом это следствие ну считайте это следствие вот использование этой техники значит если ее не брать действовать иначе вот эпистемические миры они описываются обычно неполными неполными потому что агент имеет право думать все что ему нравится и то что если он то что он думает входит противоречие одно и другим это допустимо вот тогда просто мы локализуем это как убеждение агента и можно ограничиться будет неполнота мира такое допустимо да хорошо спасибо вот у виктории есть вопрос да спасибо в продолжение того что сказала а не и потому что ты сказал лев мне кажется что весь этот разговор о воображаемых объектах он в целом пересекается с аргументом вид гитштейна о жуках в коробке и этот аргумент хорошо применяется к воображаемым объектам как бы вы могли на этот аргумент ответить или в целом может быть вот все предыдущие ваше рассуждение в ответ на вопросы анны льва это как раз есть наметки на ответ на данный аргумент гитштейновский так ну наверное трудно сказать не знаю ну да наверно примерно так и есть да я как-то не соотносил не знаю одно с другим не соотносил меня больше интересовала здесь скорее теория объекта и набрасывание сеток вот его теоретически может вы поясните просто значит вашу связь которую вы здесь увидели я как-то соотносил в меньшей степени ну ассоциация у меня возникла вот как раз в тот момент когда речь пошла об объектах которые только планируются к созданию на которых в реальности пока не существует там о картинах о симпониях вот когда они существуют только воображение автора и когда автор пытается допустим как то их описать или когда автор создав что-то что он считает воплощением своих идей говорит о том что его идеи не вполне соответствуют получившемуся воплощению вот здесь как раз и возникает у меня и возникла ассоциация с жуками в коробке да то есть есть какой-то жук к которому доступ есть только у одного агента да некий приватный ментальный объект ну в конечном счете этот жук в коробке может оказаться чем угодно и может даже оказаться так что его и нет вот ассоциация на этом основании возникла а я думал больше не странно про какое-то платоновское рассуждение только не помню из какого диалога то ли из Минона то ли из Горгия не помню он там рассуждает о том что ремесленник создающий есть культа ну в любом случае делающий что-то руками прежде чем он это делает у него есть логос этого дела ну вот как бы дедикта дедикта у него есть логос то есть он сначала там понимает что есть горшок как он должен быть устроен так и имеет некие представления о конкретном горшке но не определенные а потом он приступает к его исполнению и исполняет и он и по существу горшок и по форме тоже ну то же самое видимо со статуей есть некий логос статуи который продуман по существу статуи а я бы еще добавил сюда что если это ремесленное ну у Платона этого нет я просто добавляю значит если это ремесленное то там есть процедура изготовления там есть такой какой-то какая-то последовательность действий которая ну если мы заняты все какими-то нашими маленькими ремесленными кто-то шьет кто-то вяжет кто-то что-нибудь строгает когда вы собираетесь что-то такое сделать то вы примерно представляете себе начало середину и конец вы возьмете предмет вот за сюда за это место так сказать переложите к нему вот то потом сделаете с ним вот так потом эдак и потом еще что-то и все это получится ну и 10 сориники жарит меня вторая история вот и вот это у нас будет действительно воображаемый объект который очень он очень близок потому что до него цепочка действий недалека и он скоро появится пока его нет но этот воображаемый объект вот он как бы буквально в руках вот его реализация она очень близкая и образ поэтому довольно понятен например того много раз повторялся и существо дело и как его сделать а вот это в одних случаях а в других это удлиняется вот одно дело вы пишете там не знаю студент пишет какой-нибудь реферат ему нужно прочитать и вывести основные положения в другом случае он пишет курсовой потом вы пишете диссертацию значит ну считается что человек пишущий диссертацию он уже в плане диссертации написал что он там напишет что он начнет с этого потом придет туда-то и получит выводы некоторые возможно вот такие-то но хороший человек он так и не делает у него всегда будут неожиданности он получит что-то такое чего он не предполагал это нормальный закономерный процесс даже при писании значит при работе над какой-то статьей каким-то вопросом да вы ожидаете одного а получаете следом немножко другое ну потому что пока ты не сосредоточился на какой-то мысли на каких-то проблеме ты не приходишь к какому-то решению и это решение оно не видно издали вот здесь как раз значит такое то есть вы хорошо знаете свое состояние тогда вы наконец завершили статью и пришли к выводу это состояние вы знаете но какой будет этот вывод вы не знаете вот это типичное эмагинативное это так говорить метафорически у Анны еще вопрос вот по поводу диссертации я как-то не так давно думала о том являются ли тексты вообще объектами объектами единичными в том смысле в котором мы об этом говорим когда говорим об обычных объектах ну вот такой пример кто-нибудь другой мог бы написать мою диссертацию ну может ли мы можем ли приписать в какой-нибудь ситуации этому высказыванию истинность то есть то что оно истинно надо сказать потому что с одной стороны диссертация это просто текст и можно представить себе ситуацию когда кто-то другой значит проделав какой-то путь мыслительный пришел ровно к такому же самому тексту как и я в другом мире однако же может ли считаться эта диссертация в том же смысле ну то есть в нормальном смысле той же самой что мы можем сказать когда скажем например кто-нибудь другой мог бы встретить меня сегодня там возле метро вместо того что меня встретил Вася ну диссертация объекта в этом смысле многослойный с одной стороны набор букв испачкавшей типографской краской ну испачканной типографской краской бумага там или порошком из принтера и набор букв то сложившись на экране благодаря свечению пикселей значит текст можно получить путем случайного встряхивания шрифта как известно если взять некоторое количество букв начать их встряхивать то с известной долей вероятности однажды получишь текст диссертацию с одними выводами а при другом встряхивания однажды получишь к тебе, с другими выводами вот понятно вот 100 сколько есть перетрахиваний букв чтобы получить стихотворение вот берем я не помню что герои мгновение, и все эти буквы перетряхивать. Ясно, что из бесконечного перетряхивания могут возникнуть другие стихотворения, возможно, еще более гениальные, но возникшие чисто случайно. Это раз. Поэтому в этом смысле диссертация ДРЭ. Конечно же, и это объект, да еще и материальный. А что касается мыслей, то это другая история совсем. И здесь это уже будет соотнесенное с мыслителем, а не просто так. То есть Аристотель бы не сказал, что мысли являются ДРЭ, первой сущностью. Материальные, пожалуйста. А это нет. Потому что мысли это выражение знания, а знание кто-то, это знание чего-то, это раз. Потому что кто-то знает. Это категория соотнесенная. Поэтому вот это вообразить можно только превходящим образом. Все, что угодно может быть первой сущностью в определенном контексте. Если мы обсуждаем об идеях, как о чем-то завершенном и ясном в своем содержании вне интерпретации, или об идеях известного образом интерпретированных, то можно обсуждать о мире идей. Когда первыми сущностями будут идеи. Так тоже. Это вот просто понятийную сетку вот так вот набросили. У нас в нашей теории базовыми объектами являются идеи. Но мы так обычно не действуем. Но так можно действовать. Тогда да, кто-то другой пришел к вашим мыслям. Да, может быть. Может быть. Но это вопрос не так. Семантически тут все равно. Просто для того, что хочешь рассуждая об идеях, хочешь рассуждая о тексте, хочешь о камушках. Но вопрос какая будет антология. А выбор антологии это не вопрос формальный, а вопрос содержательный. Если у нас есть теория про идеи, которые существуют сами по себе, ну или там их находят, к ним приходят, перевернем с ног на голову, значит, мы считаем сейчас, что мы с вами изобретаем идеи. Кто-то скажет, нет, вы глубоко заблуждаетесь. Все идеи уже продуманы Богом. Все, Лейбинс говорит, все мысли уже продуманы Богом. Мы только с вами идем по следам Бога и находим его мысли, которые он уже продуман. Это прямо наоборот все. Сначала мысли, потом мы с вами. Поэтому ваши мысли могут быть ответы другими. Потому что это вообще не ваши мысли, а мысли Бога. И вы пошли по тропинке за Богом, продумали за ним некоторую мысль. А дурочек так же пошел и тоже продумал. Это уже теоретическое развитие. Оно про устройство мира, а не про формальные черты. У нас тут что-то немножко сплетается. Задача как раз стоит в том, чтобы отделить формальное всеобщее, вот этого превходящего содержательного и метафизического. Вот так. Так, какие у кого есть еще вопросы или комментарии? Похоже, нет. У меня есть тогда такое продолжение предыдущего вопроса. Я вот сидел сейчас и думал над более радикальными примерами, чем кто-то другой мог бы написать мою диссертацию. Сначала я думал о том, что вот прихожу я, например, домой и к супруге говорю, ты знаешь, наши дети могли бы родиться у каких-то других людей. Что значит наши дети в данном случае не совсем ясно. Или, например, потом я бы мог родиться у других родителей. тоже непонятно, что значит я здесь. Было бы это то же самое я или нет. И последнее, что пришло мне в голову, это мое тело могло принадлежать другому человеку. Что такое мое тело здесь тоже как-то мне остается не совсем ясно. Спасибо. Это целый комплекс из такого вот примеров и задачек. Если бы я был не я, а самый лучший на свете человек, это да. И много разных вариантов ответа в теории сознания. Я так вот сейчас сходу не готов соотнести. Что было бы, если бы Луна была Марсом. Тут много проблем затронуты сразу. И вот с этими вымышленными объектами тут так прямо соотнесение нет. потом примеры у вас все разные и надо по этому о них отдельно думать. Значит так. В первом приближении безусловно должно быть удвоение. Чтобы я был не я, а самый лучший, для этого я не должен быть самым лучшим, я не должен быть мной. А это должно быть такое странное сознание расщепленное, которое продолжает видеть себя собой, а при этом другим. это как в литературе есть такой современный термин попаданцы. Это кто-то попадает в чье-то другое тело или сознание. Обычно в тело. И живет там помимо сознания другого исходного. и допустим не знаю вы попадаете в тело какого-нибудь пьяницы у которого все время болит голова от того, что он все время пьет и не может остановиться. И у вас тоже болит голова. Ну и так далее. В общем это все мило и любопытно действительно такого примера рассматривать. Но я как-то сейчас не готов сказать как это соотнести со всем описанным. Потому что тут как раз мы эту агентность мы ее существенно трансформируем. Это раз. Во-вторых не ясно что-то с прозрачностью. Это надо заранее исходить из условий о том, что такое возможно. И значит я могу вообразить себя вот со существующим другим телом. Нет ну это нет я тут так пока не скажу. Не знаю. Это Чалмерс вот и все такое. Много большое пространство для воображаемых для воображения экспериментов. Впрочем как бы можно ли скучать скажем по собаке которой у тебя никогда не было. Вот я не знаю. Если у тебя была собака а потом она не знаю пошла пошли вы на охоту там ее волк съел. Какое бывает с охотничьими собаками. И ты теперь по ней скучаешь. А можно ли скучать по собаке которой и не было. вот это какой значит семантика слова скучать. Предполагает что тут нет так не бывает. Скучаем потому что было. И это отражает соответствующую установку и состояние. поэтому значит если бы наши дети родились были бы не нашими детьми то они не были бы наши дети. Но там ну это опять если бы Морс был луной. Нет другая тема не буду часто об нее говорить. Это надо отдельно подумать и связать с воображением. Спасибо. Это хороший повод начать думать на эту тему. Да спасибо. То есть мне тут вспомнилось кого только нет у меня в лесу но вот веселого слоненка к сожалению нет. Да 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 да. Ну точно да. К сожалению нет веселого слоненка. А вот прекрасный пример кстати это вот типичное иммагинативное Дере. И благодаря вот этому иммагинативному Дере как раз он и скучает по отсутствующему веселому слоненку. Так то есть ирония наша по этому поводу ирония автора состоит в том что сентиментальное существо способно погрустить и скучать по тому чего никогда не было. А только воображается. Потому что возможно веселый слоненок он не знаю что бы там наворотил в этом лесу. Деревья весело бы как бы выдергивал бы там с корнем. Ну и так далее. Мы не знаем только поведение веселых слонят трудно прогнозируемая вещь. И может быть о веселом слоненке мы бы сто раз пожалели бы. Но наши собственные вожделения конечно разнообразного рода они да нам хочется веселую собачку и вот мы завели веселую собачку и теперь встаем в 7 утра чтобы с ней весело гулять. Ей то положим весело а нам то нет. Мы говорим какого черта вообще мы пошли по этому страшному пути собачества. Зачем мы сами себя навесили эту обузу но теперь уже нам деваться некуда. Теперь мы любим эту веселую собачку ну и все такое. Да-да-да вот это ровно тот самый случай когда мы не знали чем кончится. На какой стороне где будет родина Кулен Безуховой тут или тут как и тут. Собачку то мы завели она конечно веселая но последствия нам их далеко не понятны. Это вот магнативная игра. Конечно вы же представляли себе картины счастья с веселой собачкой. Вы приходите она машет хвостиком подпрыгивает. Да. Хорошо спасибо это вот очень ценные замечания это как раз про мир вожделений. До сих пор я думал о мире продуктивном таком вот в частности так вот от платоновской идеи творения чего-то на основании логоса. А теперь понятно что можно подумать о вожделениях. Это даже гораздо интереснее чем просто фантазии. Мир желаний. Вот он же тоже магнативно ДР работает так. Причем с твоими еще состояниями ты предвосхищаешь состояние своей глубокой удовлетворенности. и отсутствие тоски по веселому слоненку. Да слушайте хорошо спасибо. Да когда мы представляли себе эту милую собачку которую хотим завести мы конечно не знали всех ее свойств поэтому вымышленный объект был невосполнимым так скажем нельзя было добавить чего-то там у него какой-то конечный набор свойств а потом оказалось что их больше и некоторые из них не такие веселые для нас вот когда я придумывал эти примеры я думал как раз о том как бы можно изобрести такую ситуацию чтобы не было вот этого раздвоения между с одной стороны диссертации как физическим объектом который мы можем просто перетряхиванием букв получить и с другой стороны какой-то идеей какой-то построенной концепции вот мне показалось что вот этот вот самый последний пример как мое тело могло бы принадлежать не мне вот здесь может быть ближе всего к ситуации когда у нас раздвоения такого нет но тогда все равно остается непонятным если раздвоения этого нет то что значит мое тело здесь ну это тоже как бы это не вопрос это такое рассуждение с моим телом совсем более или менее понятно тело ведь объективируемый объект оно как бы с одной стороны известно нам изнутри а с другой стороны известно снаружи мое тело когда я умер оно подлежит соответствующим актам всяких освидетельствований потрошению вот захоронению с выдачей справки то есть даже социально понятно что такое твое тело как социально понятно что такое твоя диссертация поль скоро ты ее отнес куда следует поставили печати штампы и зафиксировали как твою мое вот это мое ощущение тела которое я изнутри имею уникальный опыт всех его интероцепций ну ну да я я не могу быть уверен что другое другое сознание будет иметь такого же качества интероцепции это да но то что руки-ноги-уши они будут объективированы другим сознанием так же это я не сомневаюсь это легко себе представить мое тело могло бы быть телом другого сознания но положим это сознание другое например оно какое-то не знаю это сознание наделено другими психическими чертами например человек более спокойный вот если я иду в лес с грибами то мне кажется что на меня сели какие-нибудь клещи и лосевые мухи я потом два дня чешусь чешется мое тело чешется или это мой сочетанный эффект психики и телесности а другое сознание спокойное ему не кажется у него оно не мнительное оно не боится насекомых ему не кажется что оно чешется и он нигде не чешется вот значит тело то же самое а вот набор интероцепции другой это пожалуйста да или значит мой характер чем объясняется терпимость к боли отчасти воспитание и вот например тело одного человека оно там начало болеть где-нибудь а он так думает что само пройдет ну действительно прошло а другой он побежал к врачу лечиться значит или вопит или нурофен это привнесенная культуре что нужно бояться боли например ну не очень интенсивно или не нужно ее бояться это как нас научили ну вот так вот действительно может тело попасть в другое сознание наоборот в другое сознание в это же тело так а вот что пишет Дмитрий Владимирович так да спасибо за указание хорошо я поищу да ну вот с телом еще тут такой есть нюанс допустим прихожу я в какую-то научно-исследовательскую очень продвинутую лабораторию где встряхивают элементарные частицы ну или там атомы например вот они так навстряхивали и получили тело которое поатомно полностью эквивалентно моему телу но это ведь не мое будет тело не ваше нет потому что первые сущности они эти корпускулярные они имеют историю и там есть лево-право и пространство и локализация поатомно поатомно точная копия она занимает другое место в пространстве это будет тело не ваше смотрите в каком смысле не ваше вот если вас переселят из этого тела в новое то возможно вы не заметите разницы если только мы не привлекаем всю историю вопроса а история вопроса состоит в том что значит ваше сознание было перемещено то есть для того чтобы не заметить этого перехода нет не заметить его невозможно для этого нужно утратить пространственно временную ориентацию то есть в момент вашего перехода вы закроете глаза в этой точке в этой точке комнаты а откроете и в другой точке комнаты и вам будет непонятно как вы перешли отсюда сюда обычно вы переходите вместе с телом перешли без него вы говорите а что случилось я теперь обладаю другим телом да другим оно эмпирически отличается от предшествующего нет да еще и специальным образом всю память пересадили и телесную память и шрамчики и мозоли все тут все как положено все то же самое то есть вы не ощутите ни по интероцепции ни по взаимодействию тела с внешним но исторически вы это знаете что это другое тело потому что на вопрос мог ли я попасть путем обычных перемещений в пространстве из места где я был вчера вот в этот угол комнаты вам отвечают нет не могли потому что если вчера ваше тело пришло вот в этот левый угол комнаты а в новое тело находится вправо то есть там был разрыв и вот это пространственное движение не свяжется и тогда вы говорите да значит это не мое тело это очень важно потому что они пространственно расположены в разных местах это обсуждает левец значит как раз по поводу того что абсолютно идентичные предметы они все равно нанимают разные места в пространстве и тогда у них расстояние до луны разное это не их внутреннее свойство это их внешнее свойство но оно есть и оно для Господа Бога который видит все как оно есть на самом деле различают два этих предмета да они поатомно совпадают но до луны у них разные расстояния а если до луны одинаковые то до Марса разное то есть всегда можно найти такое различие которое скажет себе вот пространственно это одно это другое и маркировать их соответственно вот они уже разные тут нас не обманут но кажется если разрешите выклиниться тем не менее пример который приводит лев он делает как раз возможным если принять те пресуппозиции которые лев предлагает как раз делает возможным и осмысленным высказывание мое тело могло бы принадлежать не мне поскольку в том случае если ну опять же мы должны принять некоторые предпосылки относительно антологии туристовой личности о том что именно я я должен не совпадать со своим телом определенным образом возможно я мыслящая субстанция или возможно я функциональная реализация или возможно я еще нечто подобное но возможно я мой мозг возможно мой мозг из моего тела пересадили в точную копию моего тела которое не является моим телом в таком случае чей-то другой мозг могли бы пересадить в мое изначальное тело и вот таким образом мое тело могло принадлежать не мне то есть в данном случае осмысленность высказывания мое тело могло бы принадлежать не мне завязана на те предпосылки относительно антологии и точно той же личности, которую мы готовы или не готовы принять. Если мы готовы принять, что я таким образом отделим от своего тела, что я могу в принципе не совпадать со своим телом, то да, если мы, с другой стороны, принимаем нечто вроде анимализма Элстона, который говорит, что мы есть человеческие животные, то в таком случае высказывание «моё тело могло принадлежать не мне» действительно, вероятно, не будет осмысленным, но это как раз тот случай, так сказать, осмотрительного и неосмотрительного мышления. Ну, продумали ли мы, и даже не осмотрительного мышления, а случай того, какие из наших теорий относительно антологии творчества и личности верны. Нам может казаться, например, что верен субстанциальный дуализм, и мы можем считать, что мы вполне осмысленно говорим о том, что моё тело могло принадлежать не мне, однако, если он не верен, однако, если в действительности условие тождества моего «я» – это условие тождества моего тела, в таком случае оказывается, что мы ошибаемся в отношении осмысленности этого высказания. Да, спасибо, Вера, всё правильно вы сказали. Это вопрос, не относящийся ни к семантике, ни к прагматике, хотя семантика и прагматика могут выступать в качестве критериев того «так ты» или нет, вопрос, касающийся, конечно, предпосылок того, относительно того, что такое моё «я». И что значит «я», и сознание отделимо ли оно, и что оно есть там суперментно на мозге, или функция мозга. Ну, да, да, так и есть. Если мы считаем, что так, то в один одно следствие. Считаем, что иначе, то, конечно, будет другое следствие. Если, ну да, если посчитать, что всё-таки телесность сопряжена с сознанием, очень сильно и предопределяет его так, то память тела какая-то моторная, сенсорная, она вне сознания, и тогда она каким-то другим образом воспроизводится. Тогда нужно копировать вот это состояние, переносить его в новое тело отдельно. Нет, ну, что-то мы запутаемся, одними словами. Поскольку это всё вилами на воде писано, мы же не знаем, как на самом деле. Это вопрос уже как бы такой нейрофизиологический. То есть в разговорах о сознании самый главный вопрос состоит в том, что это такое, что является его субстратом. Дальше умные выводы мы сделаем легко, если будем знать ответ на главный вопрос. А сделать его, пожалуй, из философии труднительно, потому что всё-таки тут, естественно, научное исследование приоритетно. Хорошо. Так, у кого есть ещё вопросы или мысли какие-то, кто бы хотел поделиться ими? Ну, видимо, теперь точно ни у кого больше нет ни вопросов, ни мыслей, которыми бы хотелось поделиться. Ещё раз большое спасибо, Иван Борисович, за замечательный доклад, за обсуждение. Было очень интересно. И всем хотел бы пожелать, чтобы тот самый весёлый слонёнок, о котором вы мечтаете, кем бы он ни оказался, давал вам больше положительных эмоций, чем каких-нибудь неудобств. Спасибо большое, Лев Дмитриевич. Спасибо всем за обсуждение и ценные идеи. Это было очень приятно и полезно. Спасибо. Спасибо. Всем тогда до свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.